Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами на коррекцию слегка перехоженные на стены ногти. Это те ногти, которые мы еще два с половиной месяца назад рисовали одну руку с леопардом, вторую руку вот с такими сердечками. Девочки, прошло два месяца, сердечки не доносились, потому что Настя у нас штукатур, маляр, она их стерла просто об стенки, поэтому их уже просто нет. Ну и сами ногти у нас все в лейкопластыре, потому что на последний день Настя у нас ими впилялась куда-то и они подходили от ногтевой пластины. Это не отслойки, это механические оторвыши, то есть она так сильно куда-то ими стукнулась, что ногти просто от кутикулы оторвались, потому что свободный край ногтей уже давным-давно тяжелее, чем тот материал, который находится на ногтевом ложе, и давным-давно уже все перетягивает вниз. Что же мы делаем в данном случае? Мы, конечно же, убираем длину этих ногтей и убираем те места, которые у нас оторвались. Грубо говоря, эти места, еще раз повторяюсь, похожи на отслойки, но это не отслоившийся материал, это именно травма. Мы же здесь работаем, стараемся максимально аккуратненько, ни в коем случае лишний раз не давим на кончик нашего ногтя, а если нам где-то что-то на кончике нужно пропилить, то обязательно придерживаем материал на ногтевом ложе, потому что, еще раз говорю, ногти у нас очень тяжелые, они переношенные, и кончики у нас перетягивают весь материал с ногтевого ложа. Далее по классической схеме пилочкой взрыхляем натуральный ноготочек, отодвигаем кутикулу, убираем птеригий, наносим праймер базовый гель, переходим к моделированию, в моделировании здесь ничего сложного нет. Делаем базовый слой геля, и на него будем выстраивать архитектуру. Архитектуру будем выстраивать по-быстренькому, и будем использовать только замес, и буквально в одну капельку выстраиваем то, что нам необходимо. После этого быстренько опиливаемся, сама по себе коррекция у нас занимает 40 минут. Не забываем поднять ноготочки изнутри и выпилить натуральный ноготочек, чтобы у нас он не отслаивался, потому что это вреднючина такая, обязательно будет вести себя плохо. Поэтому лучше его оттуда удалить и не думать о том, что он там есть и будет баловаться. Ну а теперь, как обычно, любимая часть процедуры, дизайн. Это именно то, ради чего я занимаюсь всей этой фигнёй, наращиваю ногти в смысле. Я делаю ногти для того, чтобы на них рисовать. А рисовать мы сегодня будем дизайн по запросу от моей подписчицы. В личку мне какая-то из девочек написала, попросила нарисовать французский прованс, то есть эйфелеву башню в цветочках, что-то такое, очень весеннее. Это было уже давно, но почему-то именно сев делать эту работу, я вспомнила об этой просьбе, решила её удовлетворить. В принципе, мы с Настей были не против, нам стало интересно вдвоём поработать в этой стилистике. Поэтому сегодня у нас будет французский прованс. Прокрасили наши основные ноготочки нежно-голубым оттенком ногти под дизайн, красим белым цветом для того, чтобы потом на них всё намного ярче смотрелось. По мокрому белому гелю на втором слое делаем разводы голубым оттенком для того, чтобы добавить кое-какой фактурности нашему дизайну. И уже поверх просушенных наших основных цветов при помощи акварельных фломастеров, здесь мы рисуем ими на липкий слой, и поэтому они у нас будут лучше размываться, чем на матовом топе, мы ими закладываем для себя опять же какую-никакую фактурку и размываем при помощи обезжиривателя. Чем фактурнее и интереснее получится у нас этот этап, тем интереснее получится наша дальнейшая работа. То есть в данном случае мы используем акварельную технику именно для создания фона. А теперь непосредственно сам дизайн будем рисовать, ещё раз говорю, Эйфелеву башню. Поэтому, чтобы сделать её красивой и яркой, делаем под неё подмалёвочек. В данном случае Эйфелева башня у нас будет вот такая вот худенькая, красивенькая и очень воздушная. Мы не будем делать на неё слишком большой акцент, не будем её слишком вырисовывать, всё-таки акцент у нас будет на цветы. Нарисовали башню и чёрной красочкой, смешанной с белой краской, то есть тёмно-тёмно-серым цветом, прорисовываем вот это вот её ажурное железное наполнение. Почему именно серым цветом? Опять же для того, чтобы не делать башню основным элементом. Для того, чтобы не слишком она бросалась в глаза. Если бы мы сделали её чёрным цветом, она была бы слишком контрастная и больше бы привлекала к себе внимание. Я же, повторяюсь, хочу сделать акцент больше на цветочки, которые мы в дальнейшем будем сюда добавлять. Поэтому башню прорисовываю, чтобы её было видно, но в то же время, чтобы она не становилась именно центром дизайна. Продолжение следует... А теперь цветочки. Белым цветом под растекашки вырисовываю кружочки. Белый цвет под растекание это LV002 из серии Blue Sky Luxury. Замечательный белый оттенок, очень густой. На нём растекается вообще всё, что только может растекаться. То есть любые гель-лаки на нём растекаются. Именно этим цветом я рисую просто кружочки. В них рисую малиновым цветом спиральки. Получаются розочки. Потрясающе простые, очень интересные, симпатичные розы. Вот в такой вот технике очень скоростные и очень быстрые. Возьмите себе их на вооружение, потому что они вас спасут в любой непонятной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Далее добавляем нашим розочкам листочков. Капаем опять же эту же базу для растекания LV002. Ссылочку оставлю в описании, чтобы вы не искали, чтобы я 10 раз не повторялась. Оставлю вам ссылку, посмотрите внизу. Итак, капаем базу для растекания. В неё из центра вверх вытягиваем капельки зелёного гель-лака. У нас получаются вот такие вот объёмные листики. Девочки, посмотрите, это смотрится совершенно как наклейки. Куча таких наклеек продаются на Алиэкспресс, но мы теперь их умеем рисовать. Далее мы с Настей решили соединить между собой эти два пальчика путём дорисовывания башни. То есть вот тут вот у нас на этом пальце какая-то запчасть от нашей башни, которая сюда поместилась. То есть мы вроде бы как связали композиционно два ногтя, но в то же время сделали это таким образом, чтобы не утяжелять соседний палец и чтобы у нас центральный интересный элемент в виде башни остался всё-таки на одном пальчике и привлекал к себе внимание. На втором пальце мы написали слово Париж, но написали его специально таким образом, чтобы оно немножечко не поместилось и осталось вроде бы как загадкой. Оно вроде бы как должно переходить на другой пальчик продолжения этого слова, но на втором пальце у нас в этом месте розочки, поэтому там рисовать продолжение негде. То есть наше слово спрятано под розочками на втором пальце. Вот какую большую историю этого дизайна я вам рассказала, а на самом деле просто мы начали рисовать это слово, оно у нас не поместилось, но я вам уже придумала 500 вариантов, почему нужно было сделать именно так и почему так правильно. Мы же тем временем добавляем немножечко тени в серединку наших розочек, в серединку и слегка чуть-чуточку по внутренней части лепестков. По внешней части лепестков расставляем белые акценты после перекрытия финишным покрытием. Пробегаемся белым цветом по нашим розочкам, и кое-где трогаем белым цветом надпись, которую мы нарисовали. Опять же для того, чтобы ее немножечко облегчить и кое-где прочистить. Вот собственно говоря и все. Вот такой вот дизайн ногтей у нас получился потрясающе нежный, очень стильный в Провансе в стиле весеннего Парижа, как и просили. Вот такой вот дизайн нам с Настей безумно понравилось. Мы были очень довольны результатом. Надеюсь, точно так же довольны остались и вы. Я же жду вашей работы в инстаграме по хэштегу повторю за шулу новой. Я буду на сегодня с вами прощаться. Встретимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока!